Здравствуйте, дорогие друзья! По всему миру карантин, эпидемия, а у нас очередная распаковка. Знаете, на самом деле мне иногда хочется своих друзей просто убить, поскольку ребята абсолютно не знают меры и периодически выдают мне такие номера, что просто хоть стой, хоть падай. Вот такую посылочку мне в очередной раз прислали, дабы избавить меня от фобии. Два раза сие чудо у меня уже было и в очередной раз мне его присылают. Кстати говоря, два раза я благополучно их отдавала, находила им хороших хозяев, но на третий раз у меня уже просто нету ни сил, ни желания с этим разбираться. Поэтому, скорее всего, вот конкретно эти товарищи останутся у меня. Посмотрим. вот это вот мы оставим на потом. Здесь у нас самое интересное, но для начала давайте посмотрим корм. Да, кстати говоря, коробочка была достаточно добротно запакована. вот тут у нас лежат всевозможные уплотнители. Сама она по себе была достаточно хорошо заклеена, то есть, ну, первый раз, когда я это дело открывала, дабы проверить на целостности, ну, скажем так, минут десять без ножниц я вот это вот все дело колупала стареньким тупеньким ножиком. Ну, впрочем, ладно. Это уже издержки, скажем так. Ну, давайте начнем вот с еды. По-моему, правильно. А нет, опять не ту цепнула, да. Вот такая вот у них еда. Это оп! Это у нас жук-знахарь. В принципе, достаточно распространенная пищевая добавка для этих питомцев. В принципе, также их могут есть ящерицы, всевозможные гекконы, пауки могут есть, скорпионы, если захотят такую каку есть. Вот единственное, что вот этим вот питомцам надо давать не самих жуков, а личинок. Содержание достаточно простое. Хорошо вентилируем контейнер, ну, желательно так 20 на высыпаем овсяные хлопья, засаживаем туда вот этого чуда и обрызгиваем стенки. В принципе, при наличии еды и хорошей вентиляции они не совершают побегов и в принципе можно держать их с открытой крышкой. Многие так и делают на самом-то деле. ну, а вот теперь ребята, из-за которых меня постоянно трусят. Не знаю, вроде агрессивных змей не боюсь, ядовитых членистоногих тоже, а вот от вот этой вот гадости меня просто начинает типать. Итак, вот у нас красота, вот. Это очередные муравьи. Это у нас лазиус нигер, черный седовый муравей, один из самых распространенных мурашей у начинающих. Как вы видите, здесь есть матка, она самая крупная и имеются вот сами мураши. Также мы видим расплод, вот их не яйца, слегка желтоватые на фоне белой ватки. Вот такие вот товарищи ко мне в который раз приехали. Питаются вот же опять этим жуком знахарем раз в недельку и раз в 2-3 дня давать им сироп. Либо сахарный сироп, либо медовый сироп, ну вот по капельке давать им. В принципе колония стартовая, достаточно долго еще может обитать в пробирке, чему я конечно очень рада. Лишний раз лезть к ним не буду, но вот такое вот чудо ко мне привалило. на самом деле сейчас вот сижу записываю это видео и меня уже маленько потряхивает. А как представлю, что это колония будет жить у меня в доме, так и вообще мандражить начинает. ну плюс друзьям, да, это действительно одна из попыток избавиться от фобии. Посмотрим, к чему это приведет. Обещали также прислать в скором времени для них формикарий. Посмотрим, что из этого получится. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!